Произошло, это было прогнозируемо. Это совершенно очевидная вещь, которая происходит во многих парламентах во всех странах. Когда происходят выборы и состав парламента не может найти общего языка из-за общественных противоречий, например, которые там существуют. Тогда, или наоборот, когда правительство создано на основе парламентской коалиции, а потом они друг с другом разругались и возник такой вот кризис парламентаризма, который мы впервые переживаем и нам кажется, что это что-то ужасное. Так это законно жениться, это вы дали? Нет, это естественное состояние, поэтому оно в любых обществах будет происходить. И вот для разруливания, так сказать, этой ситуации в нормальных странах существуют специальные механизмы. В парламентской республике эту функцию выполняет глава государства. Но это в некоторых странах он называется президентом, в некоторых странах это монарх, а в такой стране, как Канада, это просто назначаемое историческое лицо. Давайте все-таки посмотрим на ситуацию с другой стороны. То, что произошло, является, с высоты птичьего полета, является следствием несовершенства нашей Конституции. Смотрите, президент назначает у нас госадминистрации. Местного самоуправления у нас нет, оно заблокировано. Госадминистраторы фальсифицируют выборы, потому что они хотят сохраниться на своем месте, а условием ли этого является их зависимость от президента. Они заинтересованы в том, чтобы он сохранился во власти. Ну и сразу после выборов ей рокировка. Совершенно верно. Вот они фальсифицируют выборы, и следствием этого получается то, что парламент не отражает интересы общества. Он должен видзеркаливать их, а он их не видзеркаливает. И люди думают, что ну подумаешь, а вот будет считаться, что у нас большинство того, а ведь все равно в обществе работают необходимые законы. И смотрите, что получается. Состав парламента не отражает у нас интересов общества. И общество требует от парламента в данном случае, чтобы парламент назначил выборы. Общество хочет избирать власть себе. Демократия или республиканская форма правления, как во всех развитых странах. Это избираемость всего и вся людьми. Нет другого механизма у людей высказать свою точку зрения. Только выборами. Вообще абсурд ситуации заключается в том, что вот люди вышли под парламент, требовать мы хотим выборов. А партия регионов ищет разные уловки, зацепки. А вот там в регламенте то написано. А вот здесь, смотрите, у нас то написано, чтобы как-то перенести выборы, чтобы они вообще не состоялись. Это абсурд. У нас депутат Редвудару сказал, что сказали ему в кулуарах оппоненты, вот привели бы 100 тысяч. Мы бы с вами еще разговаривали. Конечно, в конечном счете, да. Если бы непосредственно привели, но люди, я вам скажу, они же все равно поддерживают сегодня оппозицию. В большинстве своем. Потому что люди смотрят, кто чего хочет. Эти хотят выборов, да, ну так мы пойдем на выборы, и процесс будет восстановлен. Так что выйти из этого ситуации, такое очень просто сегодня. Нужно просто взять и назначить дату киевских выборов, с чего все, собственно, началось. И тогда процесс вернется на круги своя. Но люди же не хотят, в частности партия регионов, чтобы это произошло. Почему? Потому что это противоречит их личным интересам. Например, киевская земля сколько стоит? Очень дорого. И как ее дораздеребанить можно будет, если народ будет контролировать действительно власть? А не, не, это же нельзя будет сделать. Это та красная черта, за которую они переходить не могут. Поэтому они не могут допустить выборы. Все прекрасно понимают. А эта ситуация, которая создана, фактически, их нежеланием проводить киевские выборы, фактически ставит другой вопрос. О работоспособности целого парламента, значит, выход из него, это проводить вообще новые парламентские выборы. А это еще хуже, так сказать. Это называется агония. Когда люди начинают биться, совершать неконтролируемые поступки, от этого запутываются еще сильнее и сильнее. Это есть вариант референдума и, власное, принятия там нового выборского законодавства. Да, это может произойти. Конечно, референдум как способ влияния на общество в развитых странах уже давно запрещен. В Германии особенно. Не дай бог, чтобы это происходило. Да, еще можно будет, если им удастся это продавить, значит, еще какое-то время просуществует вот эта вот система. Но она все равно лопнет. Потому что самое главное, что я хочу сказать, это аксиома, которую невозможно опровергнуть. Республиканская форма правления, где люди выборами все определяют, она в результате оказывается гораздо экономически выгоднее для самих людей, чем авторитарная система правления. Если бы это было не так, тогда не лопались бы все в Латинской Америке, например, все эти авторитарные режимы. Потому что они экономически несостоятельны. А где у нас есть гарантия, что, скажем, наше общество справедливо эволюционирует и это незаворотный процесс? Знаете, мне очень нравится цитата Грицака, что для того, чтобы понять, где вы остановитесь через некоторый час, нужно посмотреть, где вы вышли. Если украина, украинское общество вышло из Радянского Союза, и сейчас им предлагают достаточно понимать и подобную систему Радянского Союза. Я понял, да, из-за экономии времени. Спасибо, очень хороший вопрос. Тут проблема не в ментальности людей. Я сейчас скажу какую-то действительно вещь, которую не все поймут, потому что она такая как бы наукообразная звучит. И звучит она в социологии следующим образом. Ментальность того или иного общества не является ни необходимым, ни достаточным фактором для того, чтобы эта республиканская или демократия работала. Это означает следующее, что если общество еще не доэволюционировало, вот как вы в своем вопросе предполагаете украинское общество, то это не до понимания демократии, теоретических основ, то это не означает, что если такая система, будучи императивно внесенной какой-то внешней силой в эту среду, она будет точно так же хорошо работать. Смотрите, Западная Германия и Восточная Германия. В одну часть Германии была учреждена в 1949 году, в Западную часть. Вот эта система, она автоматически заработала. А в Восточной Германии Советский Союз учредил то же самое Северная Корея, Южная Корея. Смотрите, один и тот же народ, и же нельзя заподозрить в исторически разной ментальности. Но мы же говорим о ментальности. Мы же говорим о ментальности. А мне здесь же он говорил про темпы суспільного розыска. Мы не говорим, что у самих украинцев такая ментальность. Нет, они живут в певных темпах суспільного розыска. Виталий, значит, я сейчас скажу одну действительно философскую вещь, а потом уже передам вам слово, буду с удовольствием вас слушать. А я не хочу брати ни океанное слово, я готовый вас слушать до самого вечера. Смотрите, все упирается в конечном итоге в самую высокую философию. И эту идею выразил Эммануэл Кант когда-то. Он сказал, что неотъемлемой частью человека есть и будет эгоизм, его личный эгоизм. И он сказал, что можно построить такую систему государственного управления в обществе, которую он назвал республиканством, при котором эта система будет автоматически удерживаться автоматически. Не силой человеческого разума, она будет удерживаться как раз человеческим эгоизмом. Но для этого нужно, чтобы эгоизм одних людей уравновешивался эгоизмом других людей. Для этого нужно разделение власти на три независимых элемента. У нас это есть, слава богу, это очень большое достижение. Уже поэтому власть не может сказать, нам вообще не нужны выборы никакие. Они могут там искать уловки, а вот здесь то записано, поэтому их не будем проводить или там всякое такое. Но уже просто сказать нам не нужно, стабилизация, извините, настал. И поэтому всем будет хорошо, но всегда я буду у власти. Уже так вопрос не поставишь. Поэтому нужно искать какие-то механизмы, чтобы выборы формально были, но чтобы не давали прогнозируемый результат. А это все происходит в нашей стране не потому, что украинцы еще не доэволюционировали ментально, а потому что в нашей Конституции отсутствуют некоторые фрагменты вот этой системы управления республиканской, которая запускает автоматически этот механизм независимости. И ключевым из них является местное самоуправление, потому что оно сразу решает четыре проблемы. Первое. Оно делает невозможным системную коррупцию в стране, потому что назначенные губернаторы, как я уже сказал выше, они не руководят своей областью или своим регионом в интересах избирателей. Они делают своих лишних интересов. И как только они поймут, что место их сидения будет зависеть не от назначившего их лица, а от людей, то они сразу... Те же самые люди будут вести себя иначе. Те же самые люди. В этом же прелесть вот этой вот системы. А не потому что они станут филантропами, они могут люто ненавидеть тех же людей, но как только не поймут, что их личное благополучие будет зависеть от избирателей, все сразу изменится. Поэтому пусть был бы тот же Попов в Киеве, в конце концов, но как только сам Попов поймет, что он тоже хочет или хотел бы, что он будет зависеть и на дальше от выбора от избирателей, тогда он будет делать все, как людям захочется. А людям, как реципиентам этих услуг государственных, им все равно. Они получают то, что им нужно из рук филантропа, который хочет все сделать для людей хорошее, и сам получает от этого удовольствие. Или наоборот, они получают человека, который их люто ненавидит, но вынужден не давать то людям, чего они требуют. Это все чудово, но мы маем в реальности очень атомизированный, скажем, и соперечливый, то есть разъединенное общество, с одного боку. Очень хорошо. Процесс идёт. Сразу перебиваю, извините. Сын, например, уже мает 200 миллионов за прирост шаленый, всего-навсего за какой-то год. И они понимают, что они втрачают все. То есть ставки надзвучайно высокие. Заодно, по-моему, очень инертное существо, кому тяжело запалить какую-то идею. Значит, я в начале вашей фразы породил у меня одну интересную ответ, а конец хочет сказать следующее. Эти люди думали, что можно фальсифицировать выборы, и оно будет так вот, ну вот, и оно пройдёт бесследно. Всё равно вот это напряжение в обществе, оно будет расти, расти и расти, и кончится это очень плохо и для самого сына Януковича, потому что придёт другая власть, и она легитимизирует, так сказать, экспроприацию. И всё. Поэтому в его интересах, как раз, в интересах этих людей тоже соблюдать вот этот демократизм. А то, что я вначале хотел сказать, об эволюции вы сказали, это тоже очень интересный факт. Вот смотрите, оппозиция сегодня требует выборов в Киеве. То есть как раз того, что и ключевого элемента, который у нас отсутствует, или заблокирован госадминистрациями. Это очень хорошо. Но как только это будет достигнуто, а рано или поздно это будет достигнуто, тогда возникнет другой вопрос, который саму оппозицию автоматически заставит менять внутрипартийную демократию. Потому что у нас в партиях нет демократии. И если Попова мы критикуем за то, что он здесь назначенный гауляйтер, тогда возникает вопрос, а в партиях у нас люди, которые на самых-самых высших позициях находятся, они что, разве выбраны членами партии? Тогда это заставит автоматически, критически посмотрите на собственное партийное образование. Так что оно автоматически одно повлечет другое, сама логика вот этого происходящего. Так что я должен вам сказать, я с оптимизмом смотрю в будущее, ничего страшного не произошло. Это обычный парламентский призец. Просто у нас нет механизмов, которые заложены в парламентской республике для его разрегулирования. А почему этого нет? Потому что есть еще второй отсутствующий элемент, который, я сказал, местное самоуправление. А второй главный вопрос. А кто такой глава государства? Люди же наши думают, что раз это президент есть, значит он и должен быть главой государства. А президент в парламентской республике должен выполняться, он для другого существует. У нас не парламентская, не президентская, не республика. Вот как бы я определил наше государственное устройство. Это так и есть, потому что республика... Но это негативная дефиниция. Нет, почему? Это объективная дефиниция. Чем быстрее мы это осознаем, тем быстрее мы выйдем. Что такое республика? Это дело народа, это фактурущее местное самоуправление. Это значит постоянные выборы, и когда народ может вторгаться абсолютно во все сферы общественной жизни. В абсолютно все, включая внутри партийную демократию. Вот, кстати, смотрите, регионалы говорят, ах, раз так мы будем проводить мажоритарные выборы. Я им сразу скажу, вас, господа, ждет фиаско. Потому что мажоритарное, у этого первого слова, не славянское. И это и есть как раз механизм в парламентской республике, с помощью которого люди вторгаются во внутрипартийную демократию. Но это работает только в парламентской республике. Я сейчас дебри залажу, чтобы это для этого специальную передачу. Смотрите, как пример, американский конгресс, Нижняя Парлата, избирается только по мажоритарному принципу. Немецкий Бундестаг на 50 на 50. Но вы ни в Германии, ни в Америке не найдете ни одного депутата, который не представлял бы какую-то партию. Это же не запрещено ни той, ни той конституцией выдвигать себе номинироваться, кому захочется. А получается, что только партийцы проходят. Это же не есть результат каких-то злых или добрых намерений. Это автоматически происходит. Когда вы не будете сейчас этот механизм рассказывать, это просто всего не хватишь за 10 минут. Так, ну хотя, знаете, я побывал досить багато в схидных регионах України. Мне здається, что там люди очень часто и не голосовали, наприклад, за мажоритарных депутатов от партии регионов. Но все равно их обирали, потому что, ну, деколи складывается вражение, что там результат, он просто прописан и за здравый гид. И, в принципе, не имеет значения, какая явка и сколько людей в реальности пришло и проголосовало. Это и реальность, в которой мы живем. Мне кажется, что реальность, она ближе как раз таки, ну, не знаю, как институционально. Ну, это все объяснимо. Знаете, избирать, люди учатся, избирать тоже нужно научиться обществу. Доброе. Так что пройдет какое-то время, и все постепенно отрегулируется. Доброе.